Всем привет! Сегодня у меня на столе минимальный джентльменский набор, то есть это ST-Link, логический анализатор и отладочная плата на микроконтроллеры STN32-F103-C8-T6. Сегодня мы с вами будем настараивать RTC, для тех кто не знает, это часы реального времени. И давайте приступим. Итак, давайте разбираться. На данный момент у меня подключен здесь в конфигурации внешний кварцевый резонатор, который есть отдельно для RTC на плате. Вот, если у вас такая маленькая отладочная плата, вот он. То есть сейчас он у меня настроен и как это всё делается. Так, секундочку. Вот, в pinout. Здесь необходимо включить прежде всего RTC out. Для начала, для нашего урока. Так, в SUS я включил G-Tag, чтобы он у меня работал. И здесь в RTC для внешнего кварцевого резонатора нужно включить данную строчку. И тогда у нас активируются данные пины PC1415, за которым подключен внешний кварцевый резонатор. И здесь у нас будет вот эта строчка включена, LSE. Если же у вас нету его, тогда получается, можно здесь выключить. И тогда здесь у нас будет вот так. И всё должно работать. Ну давайте, пускай у нас всё-таки останется для сорока, тогда и проверим. Так, в конфигурацию. Здесь необходимо включить автоматический расчёт определителя. Дальше разрешить автоматический расчёт. Дальше здесь по умолчанию сначала ничего не настроено. Но я включил RTC Alarm Signal. Он Tempure Pin. Это у нас будет... Сейчас, дальше давайте рассмотрим. Формат данных. У нас либо BCD, либо Binary. И тип Alarm. У нас здесь один всего лишь. Нажимаем ОК. И Tempure Pin у нас получается PC13. К нему же у меня в начале урока подключен через логический анализатор проводочек. И мы будем наблюдать это всё дело здесь. Дальше после этого собираем проект. Проект у меня уже собран. А, ну хотя... Мы с вами же там переопределили это всё дело. Ну, давайте Зонав тогда его соберём. Сейчас я тогда здесь закрою. Закрыл. Собираем. Открываем проект. Так, в Майн у нас необходимо вот эти две строчки закомментировать. Можно одну из них, я не помню уже какую. Иначе у нас при... Если мы будем здесь в ВАЛ делать настройки, у нас, по-моему, расставим будет красным. И нужно, необходимо вынести его сюда. Тогда всё будет ОК. Дальше сделать три переменные под часы, минуты и секунды. Потом вызываем функцию для получения времени. Передаём ей необходимые указатели, как обычно, и формат времени. То же самое сделаем с GetData. Date. И вот получаем наши минуты, секунды и часы. Итак, давайте скомпилируем. Проект собирается. И давайте сразу же... Ну, посмотрим для начала, считай, для нашей часики. Потом мы настроим одиночный сигнал и настроим время здесь срабатывания. То есть, по достижению данного времени, которое мы сюда занесём, будет единичный, скажем так, импульс на ножке PC13, по-моему, мы говорили. Да, PC13. Итак, проект собрался. Запускаем отладчик. Сюда я вынес две переменные, которые мы будем наблюдать. И запускаем. Останавливаем. Как видим, секундочки у нас идут. Запустили, остановили. Запустили, остановили. Запустили, остановили. Как видим, секундочки у нас идут. Далее, что мы сделаем? Выключаем дебаггер. Так. Так, 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 так. Где там у нас настройки? Опускаемся вниз. Так, здесь сейчас всё по нулям. И давайте здесь поставим пару секунд. Давайте 10. Или 5, давайте. Собираем проект. Так. Закрываем. Здесь я сразу, получается, настраиваю вход анализатора на срабатывание по возрастающему фронту и нажимаю старт. Как видим, сейчас ничего не срабатывает. Здесь мы собрали. Ещё раз проверяем. Запускаем отладчик. Отладчик запустился. Так, жалко. Давайте как-то это дело всё совместим. Вот. У нас ожидание срабатывания. И давайте запускаем отладку. Отладка пошла. И сейчас вскоре должен у нас сработать по достижению времени, который мы настроили. Должен сработать. Видим, появился одиночный импульс. Сейчас я увеличу. Вот видим. Короткий импульс по достижению времени, который мы настроили. Сейчас покажу, где. Так. Вот. Здесь мы настроили 0 часов, 0 минут и 5 секунд. По достижению этого времени у нас сработал выход аларма и появился одиночный импульс на PC-13. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки. Также подписываемся на мой канал. Я думаю, впереди будет много чего-нибудь интересного. Необходимые ссылки будут под видео. Всем спасибо. 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 Спасибо.